МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В любой непонятной ситуации запускаю этот рамп. Спасибо за бесценный садик. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, друзья. Рада видеть вас в своем доме на телеканале «Домашний». Добрый вечер. В эфире трансляция 302-го тиража «Жилищный лутерей» и со мной моя новая соведущая, о которой я вскользь упомянул в прошлой программе. Знакомьтесь, Олеся Мацкевич! И Илья Мин, который так хорошо устроился. Илья, а знаешь ли ты, что такое «Домострой»? Конечно, знаю. «Домострой» – это любимая настольная книга моей семьи, из которой я почерпнул одну простую истину. Поэтому женщина должна хлопотать по дому, а мужчина должен лежать у телевизора и смотреть нашу программу. А я могу предложить тебе другой вариант разделения семейных обязанностей. Мне кажется, других вариантов просто не бывает. Но ты попробуй, интересно. Например, ты не лежишь на диване, а сидишь за столом, пишешь книги, а жена переписывает твои рукописи на белом. Ну, скажу честно, я в детстве писал маленькие рассказы, они были глупые и смешные. Но не то, что «Войну и мир», я даже «Филипка» сейчас не смогу написать. Да и второй «Лев Толстой» нашей стране не нужен. Кстати, если ты не знала и не отмечаешь, сегодня 190 лет со дня рождения великого классика. Спасибо за такую полезную информацию. А мы продолжаем трансляции юбилейных тиражей жилищной лотереи. И сегодня мы разыграем 10 квартир и тысячи денежных призов. Призовый фонд 302-го тиража 44 миллиона 384 тысячи рублей. И в честь цикла юбилейных тиражей лотереи гарантированный суперприз составляет, внимание, 300 миллионов рублей. Вот так. Ничего себе, Илья, я не ослышалась. 300 миллионов рублей, и вся эта сумма может достаться кому-то одному. Да, Олесь, ты не ослышалась, эта сенсационная сумма может быть разыграна на 10-м ходу. Я надеюсь, что кому-то сегодня повезет. Запускаем лототрон. Призовый фонд первого тура 210 тысяч рублей. Напомню правила первого тура. В первом туре выигрывают билеты, в которых все пять чисел любой горизонтальной строки. Верхнего или нижнего игрового поля раньше других совпадут с номерами шаров, которые выдаст лототрон. Но более подробно ознакомиться с правилами жилищной лотереи вы можете на сайте stoloto.ru и на лотерейных билетах. Ждем первый шар. 78. Номер 78. 52. Номер 52. 14. Шар номер 14. Номер 36. 36. 25. Номер 25. Стоп игра! Стоп игра! В первом туре жилищной лотереи выиграл один билет, приобретенный в республике Татарстан. Вы выиграли 210 тысяч рублей. Отличная сумма, поздравляем вас! Илья, а знал ли ты, что каждая девочка мечтает быть похожей на какую-нибудь звезду? Тогда расскажи, Олеся, на кого же ты мечтала быть похожей, когда была маленькой девочкой? Нет, уж не расскажу. Но я точно знаю, на кого равнялись все советские модницы. На Эдиту Пьеху. Тогда прямо сейчас я предлагаю заглянуть в гости к Эдите Станиславне, чтобы все стали подражать дизайну ее доме. Рожденная во Франции, выросшая в Польше и ставшая по-настоящему русской певицей. Утонченная, изысканная, с неизменным легким акцентом, который только добавляет ей шарма. Эдиту Пьеху знают все. Она привыкла всего добиваться сама. Когда в 90-е, в эпоху повального дефицита, она решила построить свой собственный дом, многие сомневались в успехе, но отступать Эдита Станиславовна была не готова. К постройке дома Пьеха подошла со всей серьезностью. Планировка и дизайн полностью придуманы ею самой. За основу Эдита Станиславовна взяла дом своего детства. Для меня образцом и точкой отсчета служил домик, который был в нашем распоряжении во Франции. Дом очень компактный, но в нем есть все для комфортной жизни. Самое сердце дома – камин. Он не декоративный, а самый, что ни на есть, функциональный. Камин согревает очень, не только физически, но и как-то на душе тепло делается. Недавно Эдита Пьеха купила соседний участок. Свой дом перестраивать не стала, а на Новой Земле построила павильон воспоминаний. Там все мои платья, там шляпы, которые я очень любила раньше носить, их много, тоже штук 10, если не больше. Ну и дипломы, грамоты, там есть статуэтки наградные, забыла, как они называются. В общем, нефритовый диск, который я завоевала за миллионные тиражи. Для певицы ее дом стал очень родным. Здесь она живет круглый год и возвращаться в город пока не планирует. Какая изумительная женщина. Какой у нее вкус. Ну а для тех, кто не планирует переезжать за город, мы приступаем к розыгрышу 10 квартир и переходим во второй тур жилищного 3. Будьте внимательны, во втором туре выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одного из игровых полей, верхнего или нижнего, раньше других совпадут с номерами шаров, которые выдаст лототрон. Запускаем лототрон. 61 Номер 61 63 Шар номер 63 64 Номер 64 88 Номер 88 Внимание! Следующий ход, десятый. Это значит, что прямо сейчас может быть разыгран гарантированный суперприз жилищного 3, который составляет 300 миллионов рублей. Напомню, что суперприз может выиграть тот, кто за первые 10 ходов зачеркнет 10 чисел любых двух строк игровых полей. Ждем десятый шар. 17 Номер 17 Гарантированный суперприз жилищного 3 сегодня не разыгран, но шанс стать мультимиллионером у вас все еще остается. До 15 сентября гарантированный суперприз жилищного 3 будет составлять 300 миллионов рублей. Дорогие друзья, это самый большой суперприз за всю историю жилищного 3. Продолжаем второй тур. 26 Номер 26 27 Номер 27 13 Шар номер 13 69 Номер 69 72 Шар номер 72 12 Номер 12 Номер 4 4 46 Шар номер 46 54 Номер 54 57 Шар номер 57 41 41 Номер 41 49 Номер 49 Номер 49 Шар номер 85 47 47 Номер 47 33 Шар номер 33 7 Номер 7 70 Номер 70 Номер 70 43 Номер 43 Номер 43 Шар номер 79 18 Номер 18 80 Шар номер 80 60 16 Номер 16 29 Номер 29 Номер 29 Номер 58 Номер 58 62 Шар номер 62 1 1 1 Номер 1 39 Номер 39 Номер 39 Стоп игра Стоп игра Во втором туре Жейчну 3 Выиграл один билет Приобретенный В Краснодарском крае Только что Вы выиграли Квартиру Поздравляем вас Илья Илья Вот скажи С наступлением осени О чем ты Больше всего Жалеешь Знаешь Я не жалею С наступлением осени Я мечтаю Я мечтаю о собственном доме Чтобы рядом с ним Был пруд Чтобы я мог Утром С первыми Петухами Выйти на собственный пруд Забросить удочку И словить здоровенного леща Тогда я не вижу Никаких проблем Сейчас ты послушаешь Советы профессионала И сделаешь все Своими руками На своей даче Смотрим Какой же хозяин Не мечтает украсить Свой загородный участок Альпийской горкой На первый взгляд Ее создание Выглядит сложным Однако это не так Вам понадобятся Камни различной формы И неприхотливые растения На первом плане У нас самые низкие растения Это в данном случае Это камнеломки Вот Дальше идут у нас Казацкие можжевельники Стелящиеся такие И дальше вертикалка пошла Это у нас Скальные можжевельники Они создают свою высоту Вот То есть сначала Мелкие растения Средние Стелящиеся И высокие растения Вот таким вот образом А потом мы всю эту горку Берем уже Укладываем там где-то Волуны Уже смотрим просто Чисто визуально Лучше положить камень Для того чтобы горка Стала украшением вашего участка Нужно подобрать место Которое просматривается Со всех сторон Для развития альпинария Необходим солнечный свет Форма горки может варьироваться Но лучше всего подойдет Пирамидальная Кстати Выдерживать симметрию При обустройстве Кусочка дикой природы Не стоит Композиция будет выглядеть Оригинальней Если все элементы Если все элементы Будут расположены абстрактно Ну а прямо сейчас Приходим в следующий Третий тур И продолжаем разыгрывать квартиры Напоминаю Что в третьем И последующих турах Выигрывают билеты В которых все 30 чисел Обоих игровых полей Верхнего и нижнего Раньше других Совпадут с номерами шаров Которые выпадут из лототрона Запускаем лототрон 68 Номер 68 53 Шар номер 53 83 Номер 83 24 Шар номер 24 20 Номер 20 87 Номер 87 37 Номер 37 28 Номер 28 38 Номер 30 84 Шар номер 84 76 Номер 76 15 Шар номер 15 73 73 Номер 73 Номер 73 59 Номер 59 59 Номер 59 11 11 Номер 11 Номер 11 86 Номер 86 Номер 86 Шар номер 22 Шар номер 22 Номер 32 32 Номер 32 Номер 32 Номер 32 Номер 32 Шар номер 31 Номер 56 Номер 56. 34. Шар номер 34. 9. Номер 9. 35. Номер 35. 5. Шар номер 5. Стоп игра! Стоп игра! Приз третьего тура разыгран. Квартира достается нашему участнику из Московской области. Принимайте поздравления. Прямо сейчас переходим в четвертый тур и продолжаем розыгрыш квартир. Запускаем лототрон. 6. Номер 6. 55. 55. Номер 55. Стоп игра! Стоп игра! В четвертом туре удача сопутствовала нашему участнику из Республики Татарстан. Вы тоже выиграли квартиру! Поздравляем вас! Переходим в следующий пятый тур и нам осталось разыграть еще 7 квартир. У вас все впереди. Запускаем лототрон. 48. 48. Номер 48. Стоп игра! Стоп игра! В пятом туре выиграл один билет, приобретенный в Кемеровской области. Только что вы выиграли квартиру! Эти аплодисменты звучат в вашу честь. Переходим в шестой тур и 6 квартир еще в розыгрыше. Запускаем лототрон. 77. Номер 77. Стоп игра! Стоп игра! В шестом туре выиграли три билета, приобретенные в Ленинградской и Мурманской областях, а также в Санкт-Петербурге. Каждый из победителей становится обладателем новой квартиры! Вот это везение! Продолжаем розыгрыш квартир и в седьмом туре. Запускаем лототрон. 71. Номер 71. Стоп игра! Стоп игра! В седьмом туре выиграли сразу 8 билетов. Стоимость оставшихся на сегодня трех квартир делится между этими победителями. Таким образом, каждый из них выигрывает 750 тысяч рублей. Солидная сумма! Поздравляем вас! Счастлив тот, кто счастлив у себя дома, говорил Лев Толстой. Счастье не нужно ждать, его нужно искать, считают победители государственной лотереи Евгений и Ирина Пак из Волгоградской области. Давайте познакомимся с этой семьей. Город-герой Волгоград расположен на берегу Волги и считается одним из самых длинных по протяженности городов России. Самым известным памятником и гордостью Волгограда является историко-мемориальный комплекс героем Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. На весь мир знаменит монумент «Родина-мать зовет», венчающий этот комплекс. Здесь проживают победители государственной лотереи супруги Евгений и Ирина Пак. Познакомились они 16 лет назад, когда Евгений переехал с Сахалина в Волгоградскую область. Семья Пак регулярно принимает участие в государственных лотереях. У нас Женя всегда покупает. Конечно, неделя подходит. Я говорю, что ты лотерейку-то не купил? Он говорит, что за хлебом пойду, давай денег куплю. А еще так смешно получилось, у нас там женщина торгует, нас подзывает и говорит, «Жень, я 500 тысяч выиграла». А там бабки сядут, говорит, «Ну что ты обманываешь людей?» Она говорит, «Ну прям пошутить нельзя». Говорит, «Это не я выиграла». Мужик какой-то выиграл с нашего ларька. А потом, когда мы выиграли, подходим и говорим, «Марин, мы миллион выиграли, она». «Да ну вас». Пошутили и хватит. Я говорю, «Да не шутите мы, мы серьезно говорим». Ну и играли в тот тираж, когда выиграли 506 миллионов, там, женщина выиграла. И тут нам повезло, миллион тоже выиграл. Я слышу, он кричит, «Ура, выиграл!» Я говорю, «Чего выиграл?» А он, «Миллион выиграл». Я аж прям разревелась, у меня слезы пошли от радости. Я говорю, «Серьезно, что ли?» Он говорит, «Да, да, давай звонить детям, радостные все такие». Ну, родители миллионеры стали, под старость лет. Куда потратить деньги, миллионеры не сомневались ни секунды. У них была давняя мечта – обзавестись собственным жильем. Ну вот, вот на выигранные деньги мы купили квартиру. Наша собственность. Да, сейчас наша собственность. Уложились в миллион. Мечтали о квартире, вот это была у вас мечта. Вот уже свой уголок, хочется его обустроить по-своему. После выигрыша семья ПАК стала знаменитой на всю Волгоградскую область. Мы когда квартиру покупали, в этот зашли, как его называется, недвижимость. Уже не там даже автограф брали. Да, на треутор. Ну, теперь, конечно, нам хорошо. Паркеры слипнуты, комфортно. Своя квартира сейчас вообще. Комфортно. Мы никому не мешаем, и нам никто не мешает. Помог вытроедный билет. Мы поздравляем семью ПАК с выигрышем и с покупкой новой квартиры. Ну, а прямо сейчас приступаем к розыгрышу оставшегося денежного призового фонда 302-го тиража жилищной лотереи. Размер выигрыша вы увидите на ваших экранах. Запускаем лототрон. 89. Номер 89. 50. Номер 50. 2. Шар номер 2. 60. Номер 60. 82. Номер 82. Номер 42. 42. 21. Номер 21. 74. Номер 74. 90. Номер 90. 38. Номер 38. 19. Шар номер 19. 65. Номер 65. 75. Номер 75. Номер 75. 81. Номер 81. Номер 81. 67. Шар номер 67. 66. Номер 66. 56. 3. Шар номер 3. 10. Номер 10. 23. Номер 23. Стоп игра! Стоп игра! Это был последний ход сегодняшнего тиража жилищной лотереи. В лототроне осталось 4 шара. Их номера 40, 44, 45, 51. Эти номера зачеркивать не нужно. Если их нет в ваших билетах, значит вы выиграли. 302-й тираж жилищной лотереи завершен. И сейчас настало время подвести итоги сегодняшнего тиража жилищной лотереи. Итак, сегодня выиграло 149 214 билетов. Всего было разыграно призов на общую сумму 39 миллионов 384 тысячи рублей. Дорогие друзья, следующий 303 тираж жилищной лотереи станет заключительным в цикле юбилейных тиражей. У вас ожидают 10 квартир. И только до 15 сентября гарантированный суперприз составит 300 миллионов рублей. Более 2000 квартир. Коттеджей загородных домов было разыграно за время существования жилищной лотереи. Может быть, следующим счастливчиком станете именно вы. Не упустите удачу. Тем более, что шансы растут. Если в 303-м тираже жилищной лотереи гарантированное 300 миллионов рублей не найдут своего владельца, то часть накопленного суперприза будет добавлена к призовому фонду и будет разыграна принудительно. Розыгрыш пойдет до 88-го хода. В лототроне останется всего два шара. Это значит, что выигрывает каждый второй билет. Такое бывает нечасто. На этом наша программа подходит к концу. Мы еще раз поздравляем всех победителей жилищной лотереи. Ну а мы увидимся с вами ровно через неделю, 16 сентября, в своем доме в 17 часов 30 минут на телеканале «Домашний». До встречи, друзья! Продолжение следует...